Ветхий и Новый Завет Но люди, которые не знакомы с богословскими теориями, чаще всего используют такую фразу «это к нам не относится» и возражают против определенных стихов, говоря о том, что эти стихи не про нас, мы не имеем права ими пользоваться. Другие говорят «нет, мы, конечно, имеем право и должны этими стихами пользоваться». Сейчас я хотел бы дать вам задание для самостоятельной работы. У вас будет 5 минут на обсуждение в группах, и потом вы должны будете представить нам результаты своих обсуждений. Слушая вас, мы попытаемся вам противоречить. Когда вы будете высказывать свое мнение, мы попытаемся вам противоречить. Если у вас получится ситуация, когда в группе есть разные мнения, и за 5 минут вы не смогли договориться, вы сможете указать и высказать оба этих мнения. Каждой группе будет отдельное задание. Группы 3 у нас, и я попрошу сейчас встать и показаться нам тех, кто входит в группу номер 1. Кто у нас в первой группе? Ну как? Четверо получается, да, у вас? Правильно. А у нас всего 12, у нас пол меньше стало, чем 12. 12, да? Хорошо. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Вам нужно обсудить следующую ситуацию. Вы лидеры церкви, и к вам на душ-побещительскую беседу пришла молодая пара, муж и жена. Они решили купить машину. Ну, то есть машину купить решил муж. Денег у них нет. Они решили взять под это дело кредит. И опять-таки кредит решил взять муж. Жена против. Муж доказывает, что машина нам обязательно нужна, мы кредит возьмем. Жена против, потому что она ссылается на конкретное место священного писания. Римлянам 13 глава 8 стих. Запишите или запомните. Римлянам 13, 8. Вопрос. Да, он говорит, что, милая, ты не училась герменевтике, и этот стих совершенно не относится к нашей ситуации. Вопрос. Рассудите их, пожалуйста. Скажите, а какой у них бюджет? У них нет денег на машину. У них реально денег на машину нет. Им нужно брать кредит. Им нельзя сказать, ребята, вы просто по сусекам поскребите, по амбарам пометите. Главный вопрос вот в чем. Права жена, когда говорит, что стих к этому не относится или нет? Понимаете, если муж прав, то дальше уже вопрос бюджета, ну это отдельный вопрос. Они к вам приходят и к вопросу с вопросом о кредите, и с вопросом по герменевтике. Потому что жена ссылается на стих, муж говорит, не образованная ты жена. Стих совершенно не про это. Это вопрос номер один, группа номер один. Я прошу сейчас подняться к группу номер два. Кто у нас будет группой номер два? Где они? А, вот у вас один что ли только? Четверо. А, понятно. Это тоже группа номер два? Понятно. Значит, садитесь, пожалуйста. В вашей церкви произошло ЧП. Вам сообщили о том, что в профиле на сервере ВКонтакте, знаете, что такое ВКонтакте.ру, да? У одного из ваших лидеров появились фотографии, где он на отдыхе заснят с банками пива в руках. А он лидер церкви. Пасторы с ним встретились и сказали ему о том, что ты развращаешь церковь. Ты вредишь телу... Подождите, подождите, дайте... Проявите уважение к другим, а? Проявите уважение к другим. Обсуждать мы будем, когда я расскажу задание. Итак, а вот тем более вам полезно тоже услышать задание. Пасторы говорят о том, что ты разрушаешь церковь Христову. И смотри, какой пример показываешь ты молодежи. Ты не должен жить так, как в мире. А твоя фотография на отдыхе похожа на то, что выставлена вообще у многих других ВКонтакте. Вот это позор. И мы требуем, чтобы ты как христианин заменил свое поведение. На это он говорит, отвечая стихом первого послания Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Причем первой частью. Все мне позволительно. И говорит, что вообще говоря, немножко пива даже полезно мне для здоровья. Поэтому это и позволительно, и полезно. Более того, этот лидер называет пасторов законниками. Потому что они требуют всех, чтобы все участвовали в той же самой, поступали так же, как они. Ну и, соответственно, это законничество. Вы тоже участники лидерской команды этой церкви. И оказались в таком противостоянии. Как вы будете себя вести? Как вы думаете, кто прав? Как помочь этим людям с библейской точки зрения разрешить это противоречие? Может быть и правда пасторы и законники. Ну, тем более, что один из... Да, вот вам нужно решить. Так, это второе. И группа номер 3. Покажитесь, пожалуйста, группа номер 3. К вам пришла группа молодежи из церкви. Спасибо большое. И просит вас разрешение провести христианское мероприятие. Это христианское мероприятие, евангелизационное мероприятие. И это христианское мероприятие будет сделано в духе времени. Дело в том, что мы с вами должны менять формы нашего служения, соответственно, времени. И Иисус, помните, когда Иисус проповедовал, когда Иисус, в частности, приходил в гости к мытарям. И у него там мытарь и грешники собираются вокруг него. Другие шумели, что он вообще-то неправ, что не то делает. А Иисус делал самое то. И вот эта группа молодежи вашей проявила инициативу. И приходят к вам и просят провести в церкви евангелизационное казино. И выглядеть это будет следующим образом. Будет игра, причем настоящая игра со ставками. Будет игра с выигравшими, проигравшими. Будет возможность дать людям оторваться, поиграть. И потом, во-первых, во время самого этого казино, а потом, после казино, с людьми можно будет побеседовать о том, что на самом деле в жизни важно, и что вся жизнь это христианское, что это большое казино. Вопрос лишь в том, как мы делаем ставки. Главное, ставки, которые мы должны сделать, это ставки на Иисуса Христа. Разрешите ли вы провести в церкви вечерком для евангелизации христианское казино? А если да, то почему? Если нет, то тоже почему. Вы лидеры церкви, в которой мы пришли вот с такой просьбой. Обоснуйте ваш ответ священным писанием. Пять минут пошли. Итак, иногда практические ситуации требуют навыков герминевтики. Сейчас мы попробуем в них поупражняться. Группа номер один, пожалуйста. Это кредит. Место римлянам 13.8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Этот стих при рассмотрении нельзя вырывать из контекста, поэтому мы посмотрим, что говорится далее. Ибо заповеди «Не любодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «Люби ближнего твоего, как самого себя». Посмотрим параллельные места. К Лосянам 3.14. Более же всего облекитесь любовь, которая есть в совокупность совершенства. И первое послание к Тимофею, первая глава, пятый стих. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и лицемерной веры. То есть данный стих говорит о любви ближнему, но не как о том, что не о запретах на кредит или какие-то другие долги. Поэтому жена, можно сказать, просто притянула за уши этот стих к данной ситуации с мужем и кредитом. Значит ли это, что жена автоматически не права и им надо будет брать кредит? Нет, сейчас далее поясним. Потому что Писание разрешает и регулирует этот вопрос в других местах. Это Левитам 25, 35 и 37 стих. Там объясняется, что взымание процентов было запрещено в сделках с бедняками. Во второзаконии 23.19.20 за пред на суду денег под проценты братьям-израильтянам. Но не запрещалось брать проценты с чужестранцев, которые вели коммерческие дела. Вот это место говорится именно об этом и объясняется другими. То есть брать ссуду можно этой паре. Это уже их личное дело. Как они с мужем этот вопрос урегулируют? И как будут отдавать? Но запретить жена мужу, предоставляя этот стих ему как аргумент, не может. То есть получается, что этого стиха недостаточно в качестве аргумента. Есть и другая аргументация по поводу которой... Кстати, можно поспорить. Если мы стоим на диспенсационалистской теории, тогда получается, что стихи в книге Левит, которые вы привели, и другие ветхозаветные стихи относятся прежде всего к израильтянам в то время. К нам они не относятся. Но это отдельный вопрос. Значит, да, очень часто, когда к нам приходят и говорят, смотрите, вот библейский стих, так его понимать или так, мы должны сказать, что, знаете, вы правильно понимаете этот стих. В данном случае, да, этот стих не про кредит, жена не права. В плане библейской интерпретации прав муж. Но дальше выведя этот стих за рамки, потому что действительно жена использовала неподходящий аргумент, нужно понять, это уже в плане душпобучительства, а почему она настолько против. То есть очень часто бывает, что человек использует библейские стихи для того, чтобы, ну, как-то, знаете, обосновать. Но настоящее основание ее не в библейском стихе, а в чем-то еще. То есть, да, иногда бывают ситуации, когда мы, зная правила гермоневтики, должны сказать, да, вот вы правильно это истолковали, или нет, вы неправильно это истолковали. Но иногда при этом главный вопрос выводится за рамки библейского стиха. Спасибо. Ситуация номер два и профиль ВКонтакте. Алик, а если, в принципе, уместить этот стих за рамки библейского стиха? Это уже на 100% права. Почему? Почему? Да потому что, пусть бы они посчитали в своем бюджете, во сколько обойдется им автомобиль. Да, но это уже другой вопрос. Процентного отношения они заплатят за него в два раза дороже. Им легче просто откладывать постепенно какую-то сумму они наберут на автомобиль и купят его новую. Валерий Николаевич, но тогда вы этот вопрос выводите из серии библейской интерпретации и говорите, что библия в данном случае, библейский стих, ни при чем. Но давайте поговорим о, кстати говоря, тут опять можно все-таки использовать и нужно использовать библию. О вашем хозяйствовании, да, о том, как мы можем использовать те ресурсы, которые нам дает Бог. Ну, тут можно много чего привести, да, но вот этот стих мы должны будем выключить, исключить. Так, теперь ситуация другого порядка, эта ситуация все мне позволительно и, значит, такой культурный контекст, вот, пожалуйста. Вы к единственному мнению пришли в своей группе или нет? Да, пришли. Пришли. Они, честно, поделили. Что поделили? Мы вкладки между собой. Понятно, давайте. Ну, мы, знаете, знаете, как мы сделали? Конечно, не знаю, вы расскажете, узнаем. Давайте. Нет, мы разделили, как бы, на, ну, короче, мы с Никитой. Ну, как будто это наши фотографии вывесили. А, даже в вашу фотографию. Типа того, да, ну, чтобы было подробнее. А, даем там с бутылкой пива. Ага, понятно. Вот лидер церкви. Да, ага. Хорошо. На природе. На природе, да. Да, пожалуйста, давайте, давайте, давайте ссвоей. Расскажите. ну значит вы утверждаете значит что все непозволительное но не все полезно и ничто должно обладать но вы можете применить это значит к тому что в интернете была размещена вконтакте фотография на которой изображены вы значит там за друзьями пиво там видно значит вы отдыхали значит можно подумать так как вы прокомментируете значит ваша вашу эту фотографию ваше положение вот на этой фотографии мы бы хотели так объяснить то что все мне полезно позволительно но не все полезно а так как мы тело христова да и ничего не пили мы даже бутылки не открывали а покупали пиво для того чтобы сделать шашлык хорошо понятно можно вопрос значит вы там изображены с пивом на все мне позволительно вы можете еще где-нибудь в писании найти то место что вам действительно позволить на все делать я вам сейчас приведу значит стих с новой проповеди иисус сказал значит вы соль земли если же соль потеряет силу чем сделать ее соленую и так далее вы свет миру не может ли это город стоящий наверху горы какой вы свет льете молодежи которая значит смотрит на вас и видит значит в вашем вашей позиции виде для себя полезное то есть вы не поставили значит там библию чтобы она видна была вот это глупо библия и пиво это были наши друзья а как говорить о слове божьем что нужно так люди уберите все как бы мы пришли нести свет они не будут слушать могу вопрос задать значит подожди давайте так значит там было пиво ничего предосудительного нет что там было пиво значит вы могли бы к этому ко всему обнажиться надеть бикини менее чем значит да в этом предрассудительного если вы где герметика стояли с бутылкой пива нести слово божие как бы да как бы это выглядело как бы и как бы допустим на вас сравнялись и чтобы подумали даже те которые не имеют никого познания почему вот можно к вам вопрос почему если вы увидели фотографию на этой фотографии были много людей и пиво и почему вы думаете то что это пиво относится именно к нам и почему вы так вот сильно преувеличиваете но я объясняю то что мы отдыхали с друзьями мы не пили давайте остановим это обсуждение если вы выйдете все-таки на другую линию тогда продолжать если нет то нет вот почему давайте попробуем почему потому что у вас перешло обсуждение на лица то есть типа вы видели вы видели что мы пили а мы не пили сейчас перевести давайте попробуем что мы с богословской точки зрения значит вы значит толкуете так что всем непозволительно ну и все полезно это применяя к тому что вы можете допустим себе как как бы вести все это но на самом деле апостол павел написал в послании коринфянам в шестой главе он раскрывает не то что я могу делать то что хочу и ничего меня там скажем не скомпрометирует там ли не поставить неправильное понимание других людей вот вы знаете что послание коринфянам павел раскрывает именно каринская церковь на тот момент очень многое имело непонятностей в церкви в своей много было блуда много было тяж различного рода и поэтому павел раскрывает в этом в этой главе как должны да как должны себя вести верующие по отношению друг другу и по отношению да вот это значит в общем контексте с 12 по 20 главу здесь именно идет разговор теле как храме святого духа то есть если брать эту в общем контексте вы читали нет конечно вы читали но и как почему мы ссылаемся именно на этот стик потому что тут написано всем непозволительно но не все и ничего не должно обладать но и нами пиво вообще не обладает да это понятно да вы знаете я вам скажу если сначала да сначала вы им обладаете потом она вами будет обладать где еще в каком месте писания вы можете найти мне что действительно ваше поведение соответствует тому что написано в библии но это не имеет отношения к вашему поведению докажите докажите вадим докажите что это не здесь павел раскрывает именно тем того что тело как храм духа святого и читать давайте если дальше давай даю мази мне позволительно но не все полезно всем непозволительно но ничто не должно обладать но пища для чрева и чрева для пищи но бог уничтожит это и другое тело же не для блуда но для господа и господь для тела бог воскресил господа воскресит и нас силою своей разве не знаете что тела ваши суть члены христовы и так отниму ли члены у христа чтобы сделать их членами блудницы да не будет или не знаете что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею ибо сказано два будут одна плоть а соединяющийся с господом есть один дух с господом бегайте блуда всякий сейчас давайте остановимся здесь до пройти продолжать девушки вам нет никита и кто у нас юля до ниги ты или вам есть что ответить пожалуйста действуйте не ну вот я остаюсь на своей точке зрения то что так как мы верующие и мы тело христово мы никак не могли употреблять какой-либо алкоголь вообще ребят давайте мы сейчас отвлечемся и я такой старый к вам присоединюсь и вот почему присоединился и вот почему почему присоединюсь потому что вот этот вопрос это один из вопросов которые становятся актуальными сегодня в церкви и этот вопрос требует работы с библейским текстом и мне показалось что извините юлия и никита не вы не вадим не представили достойно свою точку зрения вот почему вы испугались ребята я сейчас попытаюсь сделать больше чем данном случае сделали вы но прошу всех остальных вот меня переубедить потому что опять это серьезный вопрос делать его беззубым означало бы для меня вас не подготовить к его решению а испугались вы вот почему когда вы сказали что увидели значит вот на вашем профиле там вконтакте такую фотографию вы стали стали косами сразу так говорит не это вот наши неверующие друзья употребляли а мы тут ни при чем а вы совершенно спокойно имели право сделать следующий шаг и смотрите как вы могли аргументировать я прошу всех не обязательно только эту группу но всех собравшихся здесь попробовать мне ответить и найти истинную причину того что в данном случае происходит вы могли сделать вот что да значит кто у нас в 1 и июль нет такого до 2 июля вадим июля были оппонентами данном случае да и никита июля были тем самым которым я присоединяюсь до вадим июля мы там были кстати я понимаю что ребят вам вам как-то неудобно было об этом сказать но я тогда был с никитой июля вот и дамы пилет пиво действительно его пить а и в один я удивляюсь вашему законничеству по некоторым причинам первое иисус пил спиртные напитки вместе с учениками даже фарисеи которые ловили его буквально за все даже за то что ты ешь немытыми руками никогда и вниз ни разу ему не сказали плохой ты учитель потому что пьешь вино видеосеминария твс благотворительный проект наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3wtv seminary точка ком если фарисеи этого не сказали иисусу то какое право вы в 1 июля имеете говорить это нам да а в общем то это по сути одно и то же во вторую во вторых христианство должно быть контекстуализировано тем что мы делали мы свидетельствовали нашим неверующим друзьям до вокруг нас были неверующие друзья без нас они бы упились на этом отдыхе мы были с ними да там было немного спиртных напитков но мы показывали им что можно быть радостными можно веселиться можно иметь настоящую радость а и при этом ограничивать себя потому что священное писание действительно осуждает это она осуждает чрезмерное употребление в данном случае это употребление было в меру и мы показали нашим неверующим друзьям что можно по-другому в третьих в один июля когда вы последний раз были допустим на христианской тусовки где-нибудь в германии или во франции вот вспомнить этот последний раз когда вы там были а да и вспомните что там бывает на столе у них проблем с этим нету да у нас сложная ситуация но мы как христиане контекстуализируя наше служение должны показать пример в той жизни которой живет этот мир а дело делая эту жизнь прославляя в этой жизни бога привнося а вот в эти установления также также божие слова и проповеды этим и занимались и потом четвертое вадим июля слушайте если у вас есть какие-то какие-то вопросы по поводу того что в нашем сердце по поводу искренности нашей веры слушайте вы задаете эти вопросы напрямую а дело в том что то что входит них ни что из того что входит меня меня если не оскверняек так говорил иисус частности сокроваю евангелия от марка воскрförняет то что исходит извините в один июля но исходит пока исключительно от вас исходит дух осуждения так что один июля извините но каяться надо вам вот я понимаю что это было сурово я понимаю что это было провокационно Но, ребята, слышать в церковном служении, в христианском служении приходится и не такое. Я постарался это сделать без оскорблений, без наездов и прочего. Извините, пожалуйста, тоже и Вадима и Юля, что я так вас, и Никита и Юля, извините, что я так встал рядом с вами в этой ситуации и украл ее немножко от вас. Но мне бы хотелось теперь услышать серьезно и от всех, что вы в данном случае будете делать, на что обращать внимание, что будете говорить. — У нас вопрос, во-первых, к вашему причину. — Скажите, давайте. — Вопрос для гомилевтики, да? — Да, конечно, конечно. — Толкование. — Можем и приведите обратно толкование. — Вопрос у нас сейчас стоит не о вашем присутствии в данной кампании, на которой вы изображены на фоне бутылок пива. Вопрос у нас сейчас о гомилевтике, в том, что вы имеете фотографию в контакте. — Гомилевтика — это проповедь, а у нас вопрос о герминевтике. — Герминевтика, простите. — Да, да. Герминевтика. — То, что вы находились в контакте на фоне бутылок пива. — Это стих не о пиве, а о блудницах. — Да. И то, что вы, значит, растолковали этот стих именно по-своему, не так, как на самом деле он толкуется. Вот проблема именно в этом. — Это вы говорите, что стих относится к тому, что мы сделали, а в контексте речь идет о тех, кто совокупляется с блудницами. Извините, я женатый человек, я никогда на это не пойду, естественно. — Естественно, вы опираетесь на отдельный стих, вы вырвали его из контекста, с общего, именно напираетесь на него. Я не говорю там, что вы там занимались чем-то, мне это неизвестно. — А, то есть, в общем, нормально, у вас претензий по поводу этой фотографии больше нет? — Нет, личной претензии нет. — А, ну спасибо, это и требовалось доказать. — Но, с позиции как верующего человека, я хочу вас в этом обличить. — Так если у вас нет претензий, то в чем вы нас обличаете? Я что-то не понял. — Мне лично к вам нет, как к человеку, но то, что вы сделали, мне претензии к тому, как вы себя повели, к вашему поведению. — Ага, понятно, хорошо. То есть, это не вопрос гомилетики, это вопрос претензий к поведению. А стих можно было использовать? — Нет. — Мы от него что уходим? Видите, что получается? — А расскажите, как бы вы ответили. — Нет, подождите, подождите, подождите. — Нет, нет, нет. — Подождите, есть вся группа. — Вы сами пытаетесь от ответственности людей. — У вас есть и Валерий Николаевич, опытный служитель, а не только. Давайте. Это все серьезно, друзья мои. — В данном случае вы пытаетесь уйти от ответственности. Вы манипулируете словами. — Нет, нет, я отвечу. Если не будет ответить, я сам отвечу. — А если разобраться по сути, то ваше поведение, ваш пример отрицателен. Вы не являетесь солью земли и не являетесь светом мира. — Вау! Так, какие идеи? Пожалуйста. — Вы пропагандируете спиртные напитки, как в рекламе. — Понимаете, я был свидетелем, когда людей исключали из христианского учебного заведения именно за то, что здесь описывается, в этой ситуации, в этом сценарии. И они свое поведение, то, что они сделали, аргументировали именно так, обвиняя всех остальных в узости мышления, твердолобости и так далее. Вот я попытался, но, правда, в таких более скрашенных тонах эти обвинения или эту аргументацию воспроизвести. Так вот, мне все-таки хотелось бы услышать, что вы будете делать в этой ситуации как служители. — Отчислите? — И вдруг тихо. — Отчислите. — Отчислите? — А, ну да, и одной проблемой. — Поставьте замечательно. — Нет человека, нет проблем. — Мы должны будем собраться, все-таки обсудить этот вопрос с позиции Святого Писания. В общем контексте. Ваше поведение соответствует или не соответствует? — Вы знаете, что мы сделаем? Сейчас у нас осталось очень мало времени. У нас есть еще одна группа. У нас на завтра все равно есть домашнее задание. Так вот, я бы хотел попросить, у нас сейчас будут группы тоже по два человека, есть ли среди вас двое, которые к завтрашнему дню, к завтрашнему утру, готовы были бы нам показать выход из этой ситуации, для нас разрешить эту ситуацию? Учитывая то, о чем говорили ребята, о чем говорили мы с ребятами, учитывая то, о чем говорили Вадим с Юлей. То есть ситуация... Кстати говоря, обращайте внимание на ситуацию целиком. Вы пытаетесь человека обличить, он ссылается вам на Священное Писание, ссылается вам по пунктам. Потом вроде выясняется, как тут у нас получилось, что стих, который он использует, он относится к делу, и вроде бы все правильно, но вы понимаете, вы отлично понимаете, что что-то здесь не так. В этой ситуации что-то глубоко не так. Вот мой к вам вопрос, а что именно? Есть ли два человека, которые готовы бы завтра нам утром об этом рассказать? Не обязательно вы, не обязательно группа номер два. Кто-нибудь возьмет такое задание? Это обязательно обосновывать библейскими стихами? Вообще-то да, потому что человек, с которым вы спорите, начинает вас ввести в поле герменевтики. Он говорит, смотрите, вот этот стих, все мне позволительно. А отрицание, вот неполезное, имеется в виду, там, простите, не спиртные напитки, там имеется в виду блудницы. Так что нужно все-таки... Вы можете посмотреть и найти какую-то другую проблему, вы можете решить, что это не проблема спиртных напитков, там есть что-то еще, но это я уже подсказываю. Но да, вам нужно как пасторам, как служителям найти выход. Это вопросы, когда вы в служении, вот нам не говорят, хочешь, не хочешь, а вот возникает в церкви ситуация, и падишь ты. Хорошо. Группа... Давайте, вы, Ирина, сможем посоветовать, если надо будет, и, может, Валера поможет. Я садокладчик. Садокладчик. Отлично. А и группа номер три, это христианское казино, пожалуйста. Ребята будут отвечать, а я перед ними маленькую ремарочку внесу, и они потом будут говорить. Давай, давай. Однажды, лет десять назад примерно, я был на курсах слова Христова, и нам преподаватель показал одну интересную такую большую картинку молодого человека. Он был в такой майке, у него был громадный ирокец разноцветный на голове, весь на колках, вот, и он спросил, как вы думаете, кто это? Ну, предположения были разные, и тогда он сказал, это баптистский пастырь. Пастырь баптистской церкви в Ирландии. Вот. Ну, у нас сначала, конечно, отношение по этой фотографии было однозначное, но он потом начал рассказывать. И говорит, там есть одна группа рокеров, в принципе, бандгруппа, где-то около трех тысяч человек, и они к себе никого не пускают. Сколько там пытались миссионеров к ним проникнуть, просто-напросто выгоняли, избивали, и, ну, короче, никакой работы там не проводилось с ними. До тех пор, пока он не приобрел вот именно такой образ. То есть он оделся точно так же, как они, и они его приняли. Теперь у него церковь, из этих рокеров 200 человек уже церковь, которые сняли вот эти свои кожаные куртки, сняли ракезы, приобрели человеческий облик, и проходит нормальное богослужение. И, как бы, вопрос такой. Имел ли он право одеваться так и делать так? Или пусть бы они, как бы, собирали свои кучки, и там они не слышали благое вести? Давай, Андрюш, продолжай. Ну, здесь два положения, как бы, есть у нас. Первое. Первое. Мы основываем свое положение на словах Иисуса Христа, когда он выгонял из Дома Божьего продающих, торгующих. Он сказал, дом мой, домом торговли. Вы сделали домом торговли, дом мой, а домом молитвы наречется. Как бы, такие мероприятия, если вы как говорите, то есть ситуация, натуральное казино, натуральные деньги, натуральная выпивка, наверное, да, там? Нет, казино, я больше ничего не говорил. Натуральное казино, натуральные ставки, натуральные деньги, да, все играется. Где проводится? Значит, мы придерживаемся такой точки зрения. Допустимо, ну, как в старейшной церкви, как руководителя церкви, мы допускаем такое мероприятие, но не в стенах церкви. В связи с тем, что, действительно, если наши молодежи, Бог открыл это через молитву, пост, да, вот это мероприятие евангелизационное сотворить именно вот так, в таком положении. То есть, возможно это. И мы также обосновываем это послание к коринфянам, как говорил Павел, ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконный. Для чуждых закона, как чуждый закон, не будучи чужд закона, перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Ежеда делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. То есть мы допускаем, что в рамках евангелизационной программы можно допустить вот это казино для определенного уровня людей, которые находятся в благовестии на пятом, там шестых уровнях благовестия. Четвертый, пятый уровень, я прошу прощения. Не шестой, а четвертый, пятый уровень благовестия. То есть вы допускаете проведение? Проведение. Учитывая тот уровень, на котором эти люди находятся. Да. Но не в рамках церкви, то есть не в стенах церкви. А где? А им больше негде? Снимают зал, есть где, почему негде? Пусть. Да, найдут. Так а почему не в рамках церкви, скажите? Ну потому что данное мероприятие, мы думаем, что все-таки будет кощуственно для помещения церкви играть рулетку на деньги. Ага. Понятно. Ну, на самом деле, я, честно говоря, в некотором шоке. Потому что я ожидал, что позиция будет, нет, ребят, ни в коем случае, вы лучше концерт устроите. Вот. А то, что вы сказали про ведитель, но не в стенах церкви, для меня, в общем, немножко было шокирующим. А вот, есть ли у кого-то вопросы или другое мнение по поводу вот этой ситуации? Ну, чисто психологически, если так подумать, мне кажется, то, что все равно ты можешь затянуть человека. Все это казино. Отличное возражение. То есть... Ну, я, допустим, против был бы. И я. Да. А не получается ли так, что вы используете пагубную страсть, а ведь страсть к игре – это как пагубная страсть, и человек, придя на это казино, не будет думать о Боге, не будет думать о покаянии. Он, когда наиграется, он и в слово ваше, проповедь ваша уже не услышит. Он же зависит. Конечно. Значит, я хочу сказать то, что и в шахматы можно сделать соревнование такое – играть на деньги. Или если нож, он имеет нейтральное значение, но и можно убить, и можно, в принципе, чтобы он служил для храма, для церкви, для дела Божьего. Поэтому в зависимости от того, как это использовать и в какую сторону повернуть. Главное, чтобы было направляющие силы. То есть, если вы хотите иметь для этого контингент людей, которые там постоянно живут, которые реально от этого зависимы, то когда они придут на это место, то они так и будут только об этом думать. И то, что вы там потом хотите… На какое место придумать? Да и в казино играем и будет обладать. Вот как грамм возвращается. Олег, ребята, братья и сестры, вопрос в следующем заключается. Вопрос заключается, что мы сейчас не идем в казино проповедовать Евангелие, а мы делаем следующий принцип. Мы объявляем евангелизацию на своих принципах, как бы, со своим призывом, со своей рекламой, да, на своей территории делаем это. Но не в казино ни в коем случае. Мы совершаем евангелизационное мероприятие, смотрите, на наших основаниях. А в том, смотрите, а будут они отличаться тем, что придут туда те люди, которых Бог приведет. Потому что мы молились, мы постились. То есть, доверие Духу Божию в данном случае. Да, и мы это мероприятие проводим благодаря Духу Божьему, благодаря Божьему водительству. Вот в чем вопрос. Так, следующий вопрос к тебе, Юлия. Вот мы проводили христианские брей-рынги здесь. Чем они отличаются от казино, от рулетки? Я же не была у вас в казино. Я же знаю, что вы проводили. Вечеринку Матфея. Это разные вещи. А если это наркоман? Во всяком случае... Хорошо. Нет, Большая, если вы позовите наркоманов, вы привезете их, чтобы они закончили, а потом... Я хочу просто сказать, что на брей-рынге присутствовали молодежь со Святого Петра. Дело не в этом. Вопрос в том, что там тоже разыгрывается. Тоже идет соревнование. Только единственное то, что... Как бы библейские вопросы задаются. Пожалуйста, вместо денег... Библейские вопросы. Пожалуйста, вместо числа. Библейские вопросы. Место денег, Библия, духовная литература, символы духовные. Все что угодно. Тут нужно учитывать результат. Окей. Какой результат? Хорошо. Здесь поставим точку. Те люди, которые имеют... Здесь поставим точку. Значит, смотрите, что произошло. Это третья ситуация. Значит, в первой ситуации мы были... Была ситуация, когда есть некий библейский текст, и мы поняли, что используем было неправильно. Но на основании других библейских текстов можно было решить вопрос. И он был решен. Вторая ситуация у нас немножко зависла. Потому что кажется, что и библейские тексты неоднозначны. И у меня было ощущение, что до сути вопроса в ситуации номер два мы так и не дошли. И личное мнение в данном случае заключается вот в чем. Отчасти суть вопроса была... И он был сформулирован так. Ситуация была поставлена так. Отчасти суть вопроса была не в правомерности и неправомерности употребления спиртных напитков. А, во-первых, в уважении вот этой группы молодых людей или не очень молодых людей к авторитетам служителей. Потому что, ну, в общем-то, они рассуждались в позиции, я все знаю. И сейчас я вас тут учить буду. Вот. А, во-вторых, в пренебрежении, как раз возвращаясь к вопросам герминевтики, в пренебрежении контекста. Библейский контекст. Был контекст, где действительно употребление спиртных напитков было нормально. Где пить им, по большому счету, больше нечего было. Ну, не могли они пойти и купить баночку или, там, вот этих самых, коробочку из Сока J7. Понимаете? Ну, не было. Такие проблемы у них были серьезные с этим. Вот. А и самоотношение людей было другое. Сейчас мы берем и переводим это в наш контекст. Где... Вот это называется контекстуализация священного писания. И с теми же библейскими истинами, с теми же библейскими заповедями ассоциируются немножко другие ситуации. Но тут нам еще нужно раскручивать. Тут пока вопрос закручен. Раскручивать мы будем в следующий раз. А в третьей ситуации, поскольку я изначально не дал вам библейской отправной точки, вы, к сожалению, совершили некоторую ошибку. Решая вопрос о казино, решая вопрос о проведении христианского казино, вы, ну, только частично продумали библейское обоснование. То есть оно было. Я не могу сказать, что в решении старейшем церкви не было библейского основания. Оно все-таки присутствовало. Но главное основание, которое вы дали, заключалось в том, что да, вот это способствует благовестию, это сработает. Проблема здесь вот в чем. Понимаете, критерии истины в мире часто бывают именно таким. Это правильно, потому что это работает. Из этого что-то получается. Но масса вещей работают, при этом будучи неправильными. Ну, например, подсидеть своего коллегу для того, чтобы получить более высокую должность, это очень часто работает. Но оно неправильно. Возвращаясь к благовестию. Еще в 19 веке был такой очень известный американский благовестник, который начал говорить вот о чем. Он говорит так, надо подвести человека к такому, неверующего, к такому эмоциональному состоянию, чтобы он был предрасположен покаяться. Значит, а он говорил, что должна быть такая музыка, которая растрогает его. Должно быть уже, ну, какое там возможно для 19 века освящение соответствующее. То есть ему надо не просто рассказать Евангелие, а на него нужно воздействовать таким образом, чтобы он вот обязательно покаялся. Другие с этим спорили. Они говорят, ну, это будет эмоциональное покаяние, и, по большому счету, это будет манипуляция, манипулирование человеком. Он говорил, да, может быть, это манипулирование, но это манипулирование в благих целях, чтобы он покаялся. Ну, как в том старом анекдоте, когда говорят про монаха, ой, говорит, он такой хороший, он, говорит, такой добрый, он вас готов вилами всех фрай затолкать. Так хочется покаяния, что хоть вилами, хоть как угодно. Для нас, когда мы занимаемся герменевтикой, вопрос не в том, что работает, вопрос в том, о чем говорит Слово Божие. Кстати говоря, то же самое касается и некоторых церковных проблем. Взять и человека отлучить или поставить на замечание, это работает. И это вполне нормальная реальная мера. Но если эта мера единственная, то есть мы не объясняем человеку, мы не убеждаем его, не проводим с ним время, а просто делаем такие шаги, тогда вопрос, а не проявляем ли мы свою слабость? Неужели Дух Божий через Божие Слово не может показать нам что-то еще? То есть вот здесь, как раз третья задача была дана именно как такая провокация. Как вы будете ее разруливать? В данном случае было, вы ее разрулили. Вы ее разрулили. Но я думаю, что на досуге есть смысл об этом поразмыслить подробнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok